Здоров, братюни, усаживайтесь поудобнее, сегодня будет всё серьёзно. Это серьёзное видео, я не собираюсь шутить, только разве что над тем, что я жирный, у меня излишний вес. Может, над этим только, ну, совсем чуть-чуть подшучу. Я много сижу в интернете, часто пишу о своей жизни, что-нибудь, какие-то фотографии публикую из того, что происходит в моей жизни, и часто получаю комментарии в свой адрес. Сектант. О, шо это за секта какая-то? Или ещё вот, чувак, беги оттуда, тебя зомбируют. Это не церковь, это бизнес, бери оттуда, а то останешься без копейки. Я христианин. Моя церковь, церковь Хилсон в Киеве. Это протестантская христианская церковь. Если кто не знает, то христианство делится, наверное, на три основных течения. Православие, католичество и протестантизм. Все эти три течения основаны на Библии, вере в три единого Бога и так далее. Так вот, частью такой протестантской церкви я являюсь уже приблизительно 12-14 лет. В этом видео я расскажу про несколько таких интересных моментов, которые я наблюдаю в людях, когда они узнают, что я, например, верующий. Или кто-то другой верующий. Многих людей пугает, что в моей церкви и в многих других церквях современная музыка. И вообще не сильно похожи такие на церковь. А кто вообще устанавливает правила, какой должна быть церковь? Например, в Библии я вижу, что люди прославляли Бога на современных на то время инструментах. Почему верующие сейчас должны обязательно петь акапельно или использовать только органную музыку? Может, так мы просто чувствуем себя немного духовнее, чем на самом деле есть? Хотя мне орган нравится, очень круто звучит. Может, Бог хочет, чтобы мы были унылыми, несовременными и вообще грустными? Боже, нет! Предлагаю прочитать первоисточник, Библию. Радуйтесь всегда в Господе. И еще раз вам говорю, радуйтесь. Церковь это место, где должно быть дружба, общение, радость, улыбки, друзья. Вообще весь фан там должен быть. Это точно не место унывать. Когда-то Иисус умер, чтобы мы перестали унывать тупо навсегда. Еще, людей очень часто пугает вопрос денег. Да, я регулярно отдаю в церковь десятину. Так называется десятая часть всех доходов. Несешь деньги в церковь? Фу! Сектант! Подождите, почему? Ну, давайте снова к первоисточнику. Книга Малахии, третья глава, восьмой и десятый стих. Принесите все десятины в дом-хранилище, типа в церковь, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь. Говорит, принесите десятины, отдайте десятую часть всех своих доходов, говорит Бог, в Библии. И хотя бы в этом испытайте, вот что будет, если вы так будете делать постоянно. Продолжаем. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благодать до избытка? Бог реально сам говорит. Вот вы оторвите от своего сердца вот эти деньги, которые вы все уже сто лет, и от начала времен вцепились в эти деньги. Вот оторвите хотя бы десятую часть. И покажите, что вы независимы от них. Они от вас зависимы. Вы распоряжаетесь деньгами, а не деньги вами. Как будто Бог в Библии говорит. Вот покажите, что не деньги ваш Бог, а я. И давай проверим, что произойдет. И, кстати, это место из Библии. Той же Библии, которую читают православные, католики и все остальные. Это христианская Библия. Ну, в общем, часто вот так она выглядит. Отдавать десятины, какие-то пожертвования в церковь, это не обязаловка. Перезаловка, никто не заставляет никого. Это возможность. Бог говорит, будешь отдавать, я тебя благословлю. Не будешь отдавать, я тебя тоже благословлю. О, кстати, еще многим не нравится, что я своих детей в церковь вожу. Мол, я их с детства зомбирую, вдалбливаю им что-то и лишаю их всяческого выбора. Сори, братюни, но я снова вынужден читать Библию для тех, кто так считает. Книга притчей, 22 глава, 6 стих я читаю. Наставь юношу, ну, у меня вот дочка, я читаю по-другому. Наставь дочку свою при начале пути ее. Она не уклонится от него, когда и состарится. Ты должен наставлять своего ребенка, учить его, кто такой Бог, что такое вера, Дух Святой, все остальные христианские вещи. Я свою дочку не заставляю ходить в церковь. Она сама этого хочет. Кстати, иногда не хочет. Это ее дело, я ее ничему не заставляю, но моя задача научить ее, что такое вера, кто такой Бог, как молиться, что такое церковь и зачем. Я должен научить ее этой стороне медали, потому что я уверен, второй стороне медали, какой-то постоянный обман, пошлость, двуличие, какие-то все плохие вещи, которые, они одинаковые для всех, они для всех плохие. Этой стороне медали она научится и сама. В чем же я ее лишаю, чего-то? Я ей представляю два варианта. Придет время, она выберет какой-то из них. И последнее. Еще многих смущает, что верующие, они слишком настойчивы в своем общении про Бога. Типа, что не скажи, сразу начинают напрягать про своего Бога. Да, я сам видел много христиан, которые такие стрёмненькие. Я просто вам открою секрет. Нет, верующие это те же люди. Просто они еще и верят в Бога. Они, да и я тоже, ничем не лучше и не хуже тебя, братьюнь. Или любого другого, даже самого законченного грешника. Бог всех любит одинаково. Вернемся все-таки к пункту. Да, многих смущает этот напор. Но это опять-таки Библия. Конкретно читать не буду, но в Библии есть поручение от Иисуса. Он говорит, идите и научите. То есть он всем верующим говорит, ребят, вы не должны это скрывать. Вы должны идти и рассказывать. Другой умный человек сказал, проповедуйте вообще, в смысле рассказывайте про Бога вообще всегда. Но иногда для этого используйте слова. Боже мой, это так круто сказано. И это мой выбор. Я лучше выставлю свою жизнь на показ. Я такой, какой я есть. В интернете, в жизни. И даже если ты меня встретишь, братья. Ну, по крайней мере, я стараюсь таким быть. И я ни в коем случае никому не навязываю свою точку зрения. Я просто делюсь. И если у вас у кого-то возникнут вопросы про Бога, церковь, вообще вот все, о чем мы сегодня говорили, пишите комментарии, я постараюсь ответить. Все, братья, не больше вас не напрягаю. Извините, если кого-то обидел. Пишите комментарии, хочу знать, что вы думаете. И сильно не парьтесь. Все будет хорошо, вы тупо самый лучший человек в жизни. Вы реально самый лучший человек в этом мире. Просто иногда, может, задумайтесь, почему вы думаете о церкви и Боге так, как вы об этом думаете. Может, это вас кто-то в этом убедил, или вы где-то... Вот просто подумай, почему так, как оно есть в твоей голове. Все, пока.